Администрация города готовится к осенним каникулам. На заседании обсуждалась повышенная готовность всех служб, от которых зависит безопасность детей на улицах и дорогах города, сотрудников ГИБДД, участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и учреждений здравоохранения. На период осенних каникул приходится и празднование Дня народного единства. Жители Сербухова ожидают 11 культурных мероприятий для разных возрастов и концертная программа. 4 ноября жители города Сербухова станут участниками большого ежегодного традиционного фестиваля, который называется «Песня душа народа». «Песня душа народа» – это фестиваль, который у нас в городе уже проводится 10 лет. Он пользуется очень большим успехом. И я хочу отметить, что именно участниками фестиваля являются взрослые населения нашего города и ближайшего Подмосковья. Не за горами зимние каникулы. Если не подведет погода, то во дворах и на стадионах будут проложены лыжные трассы и залиты катки. Исполняющий обязанности главы города Дмитрий Жариков поручил подключиться к благоустройству спортивных объектов и ресурсников. Все плоскостные сооружения у нас должны быть готовы. Профессиональный спорт – это хорошо, секция – это хорошо. Любой желающий в выходной день в свободное время должен иметь возможность выйти, покататься на коньках или на лыжах. И водоканал, теплосет, я тоже прошу подключаться к этой работе. Не надо выдумывать, не надо даже озвучивать, что у нас какая-то проблема с водой. Я уже не раз это слышу. Все плоскостные сооружения должны быть готовы эксплуатироваться зимой. По плану зимой должно пройти несколько мероприятий для людей с ограниченными возможностями. В 12-й школе соревнований по настольному теннису, на стадионе «Спартак», фестиваль спорта «Рождественские встречи», скандинавская ходьба и новогодние спортивные игры для детей с ограниченными возможностями. Я очень рад, что у нас исполнено достаточное количество мероприятий. И очень хорошо, что мы должное внимание уделяем людям с ограниченными возможностями. Подготовка к зимнему благоустройству города плавно перешла от осенних мероприятий. В ходе проверок, закрепленных за предприятиями территорий, комиссия по благоустройству с привлечением АТМТехнадзора выявила 19 нарушений. По факту незаконного спиливания деревьев на улице Тульская дело передано в ОВД. Нарекания получили предприятия, не принявшие участие в осеннем субботнике. 10 октября на уборку города не вышел персонал некоторых торговых объектов, члены гаражных кооперативов, СНТ и ряда других организаций и предприятий. Считаю, ответы руководителей о том, что они не знали, несостоятельно, так как данная информация была размещена на официальном сайте администрации. Персонально обзванивались руководители предприятий. То есть считаем, что информация была доведена в полной мере. Вместе с тем Олег Сотник отметил активное участие в субботнике жилищно-ремонтных предприятий, школьников и студентов, муниципальных предприятий и администрации города. Елена Киселёва, Андрей Иванов, Ольга Волкова, Общественное телевидение «Серпухов».